Я расскажу вам историю о любви и преданности, о семье и верности. Это история не о конкретных мужчине и женщине. Это история о насоем. О том, как важно любить, как важно ценить каждое мгновение. И я об этом говорю впервые. Настолько откровенно. И это дается непросто. Веня! Лицо хозяина видно сразу на пароль. Это я считаю, так? Я все сделаю в доме, как он хотел. Везде есть он. Это картина, так как Женя Лев. Это символ семьи, преданности, любви. Сейчас я вас проведу в кабинет. Я решила его все равно сделать. В прошлом его кабинете до нашего знакомства у него висел везде Чигевар. Я нашла эти фотографии Чигевары и там повисана на стене. Пустые полки. Но не все. Здесь все его. Поэт «Наши договора», его компьютер. Журналы мы тут вместе. У нас, кстати, были ангелочки. Их было много. Они встречали, посыпали всех красиво. Лепесточками роз. Я не прячу воспоминания о нем. Если в голове каша, сумбур. И ты не можешь разобраться в своих желаниях. Я пишу в этом случае записки. Это помогает освободиться. Я считаю, что это была любовь по разгляду. Нам было хорошо. Мы друг друга очень хорошо понимали. И он был для меня авторитетом. Я не знала, что он такие записки тоже пишет. И недавно я нашла в такой книжке. Ну, он всякое писал. «Заняться спортом. Влюбить ее в себя». Я когда прочла эту фразу, я ревела. Очень долго. Для меня нет назад, нет вперед. А для меня нет все, что связано с ним. Это прошлое. Это не будущее. Это не настоящее. Это навсегда. Это всегда. Это бесконечное. Он с чем-то боролся. С чем-то своим внутренним, глубоким. Тем, о чем я не знала. Ну, было тяжело, правда. Параллельно идет перемена событий, масса песен, записи, движения, съемки, концерты. И я забываю даже спросить, как-то. А он забывает сказать. Мы поехали на очередной концерт в Ялту. Это новогодняя ночь. Я выступаю первый концерт, второй. Мы собираемся, выпиваем шампанское. Я понимаю, что он мается и не хочет спать, и что-то не так. И ему становится плохо. Ему плохо, сильно плохо. Он не любит врачей, не любит передо мной казаться слабым. И он... Я спрашиваю десять раз. Я вызываю врачей? Когда он сказал мне да, я понимаю, что уже очень нужны врачи. Очень. И я вызывала ялтинскую скорую. Они приехали, взяли анализы. Зовут меня в комнату. Говорят мне диагнозы. Я не понимаю, о чем я говорю. Ну, как? Говорю, что? Что? Нужна срочная операция. И вот с этого момента я начала всегда его обманом. Это было очень тяжело. На свече утро идем к врачу. Садимся, мы должны сказать. То, что я жду, что все хорошо. И он говорит, Тина, вы понимаете, мы не можем вашему мужу дать лечение. Мы не можем в тайне держать. Вы должны признаться. Я говорю, пожалуйста, можно я не буду этого делать? Я вас очень прошу. Говорит, что не будешь делать? Я говорю, я не могу. Зачем? Он говорит, что зачем? Я говорю, врач, зачем это нужно? Дайте шанс. Я говорю, врач, Мой первый день без красок Я целый день одна Резкая боль в трансе И быстро течь на грани Хоть одна, я одна Я замерзаю Одна, я Белая в юг, а зима Снегом запорошила Но я пришила тебя к себе Я так решила, шиншинла Белая в юг, а зима Снегом запорошила Но я пришила тебя к себе Я так решила, шиншинла Солнце ушло за тучи Город грустит, молчит Милый родной, ну не мучай Свалил, дай ходи И вот она Я одна Я замерзаю Одна Я Белая в юг, а зима Снегом запорошила Но я пришила тебя к себе Я так решила, шиншинла Белая в юг, а зима Снегом запорошила Но я пришила тебя к себе Я так решила, шиншинла Я так решила, шиншинла ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо огромное, друзья. Я очень рада, что вы сегодня в этот вечер вместе со мною. Все ваши аплодисменты для меня невероятно дороги. Браво! Низкий вам поклон. АПЛОДИСМЕНТЫ Я утопаю в этом шуме, забывая обо всем. Шум ваших аплодисментов. И я хочу сказать... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Очень тяжело сказать мужчине о том, что он болен. Мне пришлось сказать ему. Сказать и... И напополам отмереть внутри себя. Я так не боялась никогда. Я боялась, это сделал. Это страшно. В одном интервью написали, что рак гуманная болезнь. Что это я сказала. Да, я так сказала. Трактовка может быть разной. Когда не слышно интонации, непонятно, о чем речь. Я считаю, что рак гуманная болезнь только потому, что... Ты можешь человеку уделить внимание. Ты можешь сказать, как ты его любишь, обнять. Вы можете посидеть. Посмотреть в фотографии. Тосковать. Пообщаться. И у тебя есть шанс спасти его. И у тебя есть шанс... Спасти его своей любовью. Забот. Это было долгое прощание. Субтитры создавал DimaTorzok ПОКОЛО knee. И у тебя есть шанс спасти. 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 Отмотай время назад Дай один ещё лишь шаг Дай мне Если б ты сейчас знал бы Как мне плохо без тебя быть Если б я тогда знала бы Что я не смогу тебя забыть Всё было просто обычно бы Не будь мы вздорны и вспыльчивы Не будь мы горды и глупы Всё сложится по-другому могло бы Надо бы остыть и не злиться бы Кто нам нашил эти принципы Надо было к чёрту послать бы Все формальности, заксы и свадьбы Сорами родителей нам Не прививали эти жизненные штампы Не ревновали, не искали бы О любви, как банальной мелодраме О любви Я всё ещё помню Я всё ещё помню Хотя ничего уже не вернётся Я всё ещё говорю Будущим временем О прошлом О прошлом Я всё ещё помню Я всё ещё помню Хотя ничего уже Не вернётся Я всё ещё Что ещё Я всё помню Я всё помню Я всё помню Я всё помню В каждой строчке я все еще помню, Хотя ничего уже не вернется. Я все еще говорю, в будущем времени я... Я не знаю, что ничего Eso сегодня не вернется, Я и trabajando против的時間 Я не знаю, что это значит, Уверху я вспомню, что this matrix не вернется, Я уже говорим, что ты, но кто-то проиграл. Не вернется А-а-а... А-а-а... Прошла А-а-а... Мотай Ища... Ища... А-а-а... Я понимала, что мы прожили больше, чем этот месяц, который нам давали в Киеве. Это такая победа внутренняя, это такое, это такое, это счастье, потому что я победила эту их глупость. Ничего не происходит, нужны плаусы, надо, чтобы вы играли только тогда, чтобы вы играли в Киеве, все. Он начал меня готовить. Медленно. Готовить? Ну, не веря, как бы, что это произойдет, он лечился, я приезжала с новостями, хорошими, разными, не все говорила. И думала о будущем вместе. Мы лежали на кроватях вместе, на больничной, с капельницей у меня рядом, держала его за руку, мы на ее вспоминали. И он говорит, а помнишь, ты была толстая, беременна, в Глюпо? Расклеилась. Расклеилась? Да, расклеилась. Расклеилась. Расклеилась, пошли. Я говорю, ты мне не дашь это забыть. Так и общались. И мы вспоминали, вспоминали. И он говорил мне, ты не должна бросать петь, что бы со мной ни случилось. Он иногда пытался рассказать мне, начинал, а потом не знал, как это предложить, что я должна буду делать без него. Где должна выучить сына? К чему должна прийти? К чему должна добиться? Я всегда смеялась, веселилась, говорила, что это болтает. В какой-то момент он включился и понял, что каждый день, как в последнем. Кати! Кати, кати! Шопаны роботы, боже, помогай! Давай! Не знаю, может, он предчувствует. Учил меня быть самостоятельной. Я же вообще не самостоятельной. Я старалась петь лучше, выступать лучше, прислушиваться, работать лучше. Вы же слышите на друга? Я говорю, выше микрофона! Зачем? Не надо его попускать! И он мне всегда говорил, нет ничего невозможно для человека смотреть. И я вот понимала, что на сцене я пою, дома я его восстанавливаю. Это двойная жизнь, я в ней привыкла. Я в ней, я в ней живу дома. Привет! Ну что, как тебе премьера сегодняшняя? Премьера клипа? Ну да. Может, для меня не премьера. Скажи, Веня, твои любимые слова. Веня, твои любимые слова? Да. Чики-чики, дай. Отдай. Отдай, а я. Ням-ням. Синий. Какой у тебя папочка, Венечка? Синий. Первую ночь я решила в доме провести сама. Мне было не страшно. Я сказала, что если ты придешь, мне же не страшно, это же ты. Давай я проведем вместе. Включила везде свет и слушала каждый шоу. Каждый звук. Зачем я знаю то, что знаю, было бы проще, если бы ты мне точно так же голову морочил и дальше? Но проще, лучше, разные вещи. Напис надежно слово, нам порой не видно трещи. Это тот самый случай, нет пары красивей. Казалось бы, придумать прекрасней, даже сам Бог бессилен. На фоне этой иллюзии блекли любые индилии. Но о реальностей забыли мы. Ты думал, все садится без рук и твой обман никак не раскрыт, но на баре. И шапка горит над мизерной искры. Теперь я знаю то, что знаю, и это больно. Зачем ты так со мной, что теперь делать с тобой? Уйди, останься, исчезни, вернись, прочь убирайся. Нет силы не быть с тобой везде, нет силы любить тебя. Молчи, сомби мне еще раз, во всем и честно сознася. Нет силы не слышать твой голос, нет сил простить тебя. И в тот самый случай, ты все можешь объяснить естественно. Как сильно сказано, как свежо и так непосредственно. Какое красноречие, вот это да. Без первправдоподобность, вы убедительны, как никогда. Ты, наверное, горько быть жертвой чудовищных совпадений, Когда вокруг все говорит о своей смене. А ты ведь этого не делал, конечно, нет. Избавь меня, пожалуйста, от руки слушать этот бред. Ты думал, все зайдет без рук, ну как ты видишь, это не так. Ты зря задел в эту игру, попался, как дурак. Теперь я знаю то, что знаю. Ольги, останься, исчезни, вернись, прочь убирайся. Нет силы не быть с тобой везде, нет силы любить тебя. Молчи, соли мне еще раз, во всем и честно сознайся. Нет силы не слышать твой голос, нет сил простить тебя. Все это не со мной, это чей-то кошмарный сон. Нет, нет, нет никакой другой, а есть только я и он. Все это не со мной, это чей-то кошмарный сон. Нет, нет, нет никакой другой, а есть только я и он. Все это не со мной, это чей-то кошмарный сон. Нет, 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 нет никакой другой, а есть только я и он. Все это не со мной, это чей-то кошмарный сон. Ольги, останься, исчезни, вернись, прочь убирайся. Нет силы не быть с тобой везде, нет силы любить тебя. Молчи, соли мне еще раз, во всем честно сознайся. Нет силы не слышать твой голос. Нет силы не слышать твой голос. Нет силы не слышать твой голос. И все так радужно, да? Нет, это не так. Я привоза пела по маминной инициативе. Папа был против, он считал, что это грязное дело, шоу-бизнес. Что там грязного, я не знаю. Я понимала, что в тепличных условиях я буду оставаться тепличным человеком. И мне хотелось вырваться. Папа, ну давай попробуй, не получится, вернешься. Но вот это уже обижало. Можно сказать, что я бесстрашная, можно. Когда я переехала в Киев, я столкнулась с массами проблем. Школа выживания. Либо ты пойдешь по наклонной, либо наоборот, ты отрешишься от всех и будешь расти вверх. Всегда писала о том, что мечтаю быть певицей на сцене. Чтобы я вдохновляла людей. И самое главное, чтобы это было нужнее кому-то больше, чем мне. У меня, конечно, были демо записи. Это перепевки различных песен всех самых любимых певиц планеты. И с этим, собственно, компакт-диском я бегала по всем студиям. Говорю, послушайте, пожалуйста. На этом диске была очень такая фотография. Я была полнее. Я весела 67 килограмм. И у меня был размер груди пятой. И, значит, такое выразительное декольте. Собственно, ну, надо послушать девочку. Нет, я не была там обнаженной, конечно. Но, собственно, смешная фотография в розовой кофточке. И, конечно же, на диске был телефон. А знаете какой? Обычный телефон общежития. Я все время донимала эту консерву. Мне звонили? Нет, вам не звонили. Не звонили? Нет. Ну, это ж, это... В очередной раз, когда я разуверилась, что, конечно же, меня возьмут, уже позвонили на мобильный телефон. Уже был у меня. И сказали, что... Возберем на новый вам. Это было... Это было самое приятное. Что я могла услышать тогда? На новую волну я ехала не сама. У меня было два продюсера. Олег Черный и Олеся Рябинина. У них всегда была такая шаткая позиция своей веры. Есть успех, есть вера, нет успеха. Может быть, что-то не так? И мне приходилось им доказывать, что все так. Ну, я стояла в классе перед зеркалом. Бесконечное количество раз повторяла на это. Это футбол. Пела мне... Конкурсанты говорят, Дина, ну, замолчи уже. И вот этот стресс меня открыл. У меня ничего не осталось. Вережусь удачи. Очень часто с помощью ты. Очень часто с помощью тебя. елирая. Они не осталось, они не остались. Реклама. Вережусь удачи. я спела плохо моя мечта победила там невокальная способность певицы с украины позвонил мне папу все газеты написали о тебе доченька я не верю я тебя поздравляю мне все звонят оборвали телефон и в этот момент где-то ну что-то у него ёкнуло и он типа впустил в себя мысль о том что это мой выбор это мой путь тогда случилось то о чем я мечтала после новой волны сцена выступления профессиональная работа с балетом я была готова и открыта я начала писать музыку но потом концерты их стало такое безумное количество я не успевала отдыхать вижу этот диск сегодня впервые мы давно ждем позицию мы головну сдолали зараз залучилось перемогти и абсолютно серьезно про це говорю от усталости я падала в оморок прямо на сцене в новогоднюю ночь и меня забрала скорая я одна там лежала на этой кровати проснулась никого нет только мой чемодан добрый вечер спаси себя сама я на самом деле скажу чтобы мы эту историю закрыли значит я действительно ее любил я действительно ее любил любил я любил этого человека я носил ее на руках я действительно для нее делал все либо ты здесь и сейчас рядом либо я тебя уничтожил ну это тяжело понимаете любой женщине это тяжело любое как после этого можно вообще вернуться к человеку продюсера и я начала первые разговоры о том что давайте что-то вменять красиво не получилось я на свой день рождения прошла газету которая прочитала невероятную гадость про себя и родители тоже в тот момент не не знали верить дочке или верить прессе ведь он обвинил меня что и наркоманка и то и сё и детство еще что-то просил родителей подписать бумагу о том чтобы не справит от псевдом и они приходили проверять так сошла я с ума со мной все были в порядке или нет и моим родителям сейчас больно это видеть и слышать всем больно видеть и слышать ну я подумала что наверно мне тут не быть была готова на отчаянный шаг придумывала как этот отчаянный шаг произойдет уже в этот день я попросила у бога помощь попросила ангела который меня спасет и вытянут из этой огромной черной дыры и когда я решила что все я здесь лишнее мне позвонил же мы сели в кабинете сидел он и я и он так пронзительно смотрел на меня он умеет это дело и спрашивала расспрашивал про отношения с продюсером почему так случилось спрашивал мое мнение к чему я готова чтобы я хотела то ли он сидел в контровом свете от окна где было солнце то ли он светился но я тогда подумал что он светился и он мне нравится я считаю что это была любовь с первого взгляда я все время ждала его звонка я вот я 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 С тобой не холодно Совсем обнять и ждать Чего не важно, лишь бы с тобой Есть ты, а я твоя Как небо над землей цветы Слова, не важно все, я знаю, ты мой В поле своего притяжения Ты и только ты, без сомнения В разных городах, в разном времени Чем дальше ты, тем ближе Ты только мой Ты и только ты, без сомнения В поле своего притяжения Встречу мою любовь от смения А в окне уже луна и тебя Все так же рядом нет Но скажи мне, милый мой, что и я Твою тепло, твой солнечный свет В поле своего притяжения Ты и только ты, без сомнения В разных городах, в разном времени Чем дальше ты, тем ближе Ты и только ты, без сомнения Пульс моего притяжения Пульс моего притяжения Встречу мою любовь от смения Я на разных полюсах Пульс моего притяжения 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 Чем большей ты, тем ближе и чем мы все Будто ново, ты знаешь Благодарна ему за то, что вот он меня достал из той пропасти, в которой меня топили Помню прекрасно тот день, когда Женя позвонил Звонок. Что ты делаешь? Я говорю, да я одна дома Как одна дома? Ты одна дома Говорю, ну да, что тебе некому сводить кино? Говорю, некому И, конечно, я долго думала о том, что одеть В чем прийти? Решила прийти в концертный гостюм В желтеньком Ну и правда Ну что, как-то так, не так убого выглядеть в своих слезах, что ли Он мне вспоминал этот костюм все жить Ты пришла, как светофор Что ты напялилась? Говорит, ну мне так понравилось, такая солнечная, такую зиму холодную Февральский месяц И он меня встретил с замерзшими тюльпанами желтыми Они были все во льду Заболела тяжелой формой псориаза Он меня лечит Смазывает каждую рану Ходит со мной по больницам Я скрываюсь Я даже не могла одеть вот такое платье И вот так он меня лазит И он вселил в меня доверие И он говорит, ты знаешь, мы поедем в тур в этом году, в седьмом Ты выпустишь альбом Мы запишем его И он так загорелся, так верил Я его поддерживаю Он меня поддерживает И мы оба такие молодые И нам все равно И мы идем вперед Он бесстрашный Я рядом с ним Чувствую защиту, заботу Тепло Мы скрывали долго от всех наши отношения Очень долго Он азартный, Жека И ему нравилось скрываться Скрывать, что у нас есть отношения И мне нравилось В этом есть какая-то острота Чувствия Перестала я скрывать, когда поняла, что я беременна Может быть, это глупо Но я его спросила, ты готов быть отцом? Нужно ли тебе это? Он так на меня посмотрел Покрутил у виска Говорит Это вообще странно Он смеялся надо мной И нам пришлось признаться Что у нас будет ребенок И выходила я замуж уже беременна Вот И такое платье специальное сшила Чтобы никто не догадался Хотя глупо Шизненность не догадалась Через пару месяцев догадаются Что я выходила беременна замуж Ну нет, ну вот как-то Мы венчались Наклонилась над свечой И загорелась фата Я, конечно же, смеялась так Что не могла себя успокоить Я же не отдергаю Хватит смеяться Я смеялась и прервала служение Потому что ко мне все поверили Ну, Тина, ну хватит Ну, просто смешно Но если откровенно Знак ли это? Все знал Я хотела многое И сразу Нетерпеливое Страшно Он меня учил Все постепенно Но я этому только училась Я не знала этого С самого начала И мы работали на из нас Как проклятые Как сволочи работали Ежедневно Он искал для меня Новые какие-то формы Более дерзко И мы хотели поменять Какой-то имидж Держать в тонусе зрителя Нравится и не нравится Одновременно Ну, понятно, да Вот этот или вот этот? Давай начнем с этого Я считаю, что вот этот По стилистике С какого начнем? Я лично заеду Давай вот Все на этот Хорошо, давай с этого Ну, мы надо это С одной сделаем Да, да, да Начались творческие Поиски мои Его После родовой депрессии Он часто уходил С себя думал Ему было очень тяжело Когда нашим мужчинам тяжело Они пьют Мне казалось, что Может, я ему не нравлюсь Может, нравлюсь Но ничего Мы это прошли И ту благодарность Которую Я несу И несла Тогда к нему Вот Вот Ничто бы не смогло Это затмить Ничто До жизни А можно переворачиваться Не на начало А потом Десять Девять Можно мы На шесть Перевернемся Спасибо большое На цифре пять Десять Девять Все, пожалуйста Приготовились Десять Девять Восемь Семь Ищем Шесть Пять Четыре Три КОНЕЦ КОНЕЦ А я А я Обожаю Руки Твои А я А я Обожаю Губы Твои А я А я Обожаю Речи Твои А я А я Обожаю Речи Твои Не бойся, мальчик, лишь шеф отойти Не бойся, мальчик, взгляд не отпади Не бойся, мальчик, я скажу слова И ты забудешь, где небо и земля Небо и земля А ты, а ты, все стоишь и смотришь в облакаты А ты, все стоишь, не знаешь, что сказать А ты, а ты, все стоишь, ведь маленький, еще А ты, а ты, я Не бойся, мальчик, я скажу слова Мальчик, ближе подойди Не бойся, мальчик, взгляд не отпади Не бойся, мальчик, я скажу слова И ты забудешь, где небо и земля Не бойся, мальчик Не бойся, мальчик, нет Не бойся, мальчик, я скажу слова И ты забудешь все небо и земля Небо и земля Не бойся, мальчик, ближе подойди Не бойся, мальчик, взгляд не отводи Не бойся, мальчик, я скажу слаба И ты забудешь все небо и земля Не бойся, мальчик, я скажу слаба И ты забудешь все небо и земля Небо и земля И ты забудешь все небо и земля он с чем-то боролся с чем-то своим внутренним глубоким о том тем о чем я не знаю я не знаю что за тайну я не знаю что за мысли я не знаю что за ощущение было тяжело правда рак тяжело 4 стану сразу сейчас мама если смотрит я представляю как я тяжело это видеть я хочу чтобы этот фильм научил людей ценить все моменты в жизни и хорошие и плохие и стремиться к лучшему никто не знает о том что происходит я держу это в секрете от всех от родителей всем рассказывать какие-то сказки причем всем раз что я врать не умею и они между собой не могут сложить факт жене говорю одно и другое сама не знаю что с этим мы не переставали улыбаться быть счастливыми и и заботиться друг о друге трепетное было лет где-то осенью начался рецидив мы сказали что у него метастаз я конечно тут не подала типа виду но упала у стены просто когда услышал это и ревел закричал и он он впервые заплакал вот так вот чтобы с обиды почему что есть просто так неожиданно пришел закат что не так и зачем это хочу бежать долго ли лодочка ты плыви плыви и больно мне помнить я хочу улететь чтобы высоко и вниз не смотреть и за руку тебя милый мой милый мой сказка и за руку тебя заберу с собой Ты оставил мне след, по которому я буду лететь И за руку тебе, мой родной, заберу с собой Посмотри на небо и вспомни, почему с любовью не спорят Не проси кого-то напомнить, почему с любовью не спорят А я хочу Улететь Чтобы высоко их вниз не смотреть Ой, за руку тебя, ну, милый мой Заберу я С собой Мы начали новую химию в Киеве И он стал бороться, стараться, много спать Я привозила невероятно много всякой вкусной еды, он не мог это есть Он перестал есть и было только капельное питание Капельница Я пошла к врачу и врач мне сказала месяц Очередной врач мне говорит месяц Я ей говорю, ты дура, какой месяц Я покрутила у виска, хлопнула дверью Забрала его и увезла в Германию Он понимал, что не здоровится, но он не верил и не принимал, что смерть придет к нему Он не допускал этой мысли И я Я между этим делом всем Вылетала в Киев Находила людей Выступала Пела Снималась Голос Находила людей, которые Могут с ним побыть эту сутку Пока я в Киеве Он стал худеть и Стал забывать меня Он назвал меня именем другой женщины Я узнала, что это за женщина и привезла его Ее ему Какая у них была связь, мне неизвестно Что там было, мне неизвестно Знаю, что она была его первой любовью Первой женой Почему ее? Я не обижалась Я Я подумала, что он хочет с ней проститься Извиниться, что его душа не может отпустить Еще что-то И я как-то Я оставила их одних И ему не стало легче от этого Да Я пойду Удом Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как ты живешь? Субтитры создавал DimaTorzok Дивна стена мене тримає Закрили твої очі, закрили мені, нас тось тримає на землі. Скільки людей, що на колінах, страшно коли не бачу сина. Закрили твої очі, закрили мені, нас тось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені. Нас тось тримає на землі. Чи ти живий? Нас тось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені, нас тось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені, нас тось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені. Закрили мені. Люблю тебе. Люблю тебе. А я? А що я? А я тебе? Закрили твої очі, закрили мені. Нас тось тримає на землі. Закрили твої очі, закрили мені, нас тось тримає на землі. Мама утром. Відповідає утром. Мама утром. Приїжджає мама. В шокі. Не розуміє, що це за трубки. Що це таке? Що це за внешній вид? Такая истерика, я его зову там близких, он общается, шутит, узнает, очень вяло говорит, наставляет на путь, продолжает это делать, спрашивает, как дела, интересуется, ну, очень вяло, и перед, проводим очень тяжелую ночь, и мне надо ехать на концерт, он мне запретил строго-настрого отменять концерты, и я рядом, и я всю ночь его держу за руку, и я вижу, как он мучается, и я понимаю, что, когда я рядом, он держится. Держится, потому что он не может при мне сдать, при мне быть слабым, при мне уйти, при мне дать мне увидеть это. Я, конечно же, говорю, что мы не летим, ну, не в присутствии его, но утром как бы просыпаемся, не спав, он мне говорит, причем запомни, говорит, ты должна ехать, у тебя концерт, уезжай, я тебя очень прошу. Я поняла, что я его не даю уйти, не отпускаю. Он говорит, я так устала. Я улетаю на концерт. Дрожь. Она преследует меня всегда, все время. Если ты упадешь, кричи. Ты увидишь, если я упаду. Упал, упал, упал. Раздается звонок. Менеджеру что-то говорят. Я понимаю, что что-то говорят. И говорю, что? Что? И он мне говорит. Фразу, которой я не верю до сих пор, потому что это не так. И это нормально, что я не верю. Он говорит эту фразу. И я глух. И я говорю, что еще раз? Ты можешь сказать нормально? С матом на него прям. Что? И я глухну на этот период. Вообще ничего не слышу. Падаю на колени, начинаю реветь. Конечно, Паша не знает, что делать со мной. И как только мне говорит, Тина, я сейчас все отменю. Мы сейчас уедем. Мы летим. Что хочешь. Я говорю, как ты себе представляешь, что мы полетим в самолете со всеми? И все будут знать об этом. Я не хочу, чтобы топтались. не хочу. Мне больно. Я не хочу, чтобы подходили, держали за руку и говорили, и с понимающим взглядом смотрели на меня. Нет. Я не хочу, чтобы кто-то знал и тревожил его сейчас своими мыслями. И вышла на сцену. Такая моя профессия. так он хотел. На высших облаках расстроилась, расплакалась. И фраза о том, что высшее облако мы начнем с того. Сначала приобрелось ежесекундно другой смысл, другой характер, другое наполнение. И я ненавижу ее за это. Зачем она? Как я могла такое написать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не проси у любви быть осторожной. Не стремись за своим вчерашним пошлым. Счеркнуть свою тень по миллиметру. Закричать и бежать навстречу ветру. Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать, как можно тише. И слезой растопить стальные цепи. Плачет дождь, плачет я. Мы словно третий. Выше облако мы с тобой начнем сначала. И сказать люблю жизни всей нам будет мало. Выше облако мы с тобой начнем сначала. И сказать люблю жизни всей. Почему в каждый раз, когда взлетаешь, что-то держит тебя, и ты не стоишь? Счеркнуть любовь удержать, ведь из-за тейра на свидание сказать, но не полина. Я хочу прошептать, а кто услышит? Я хочу закричать как можно тише. И моя воля сильна, так кто поверит? Выше облако мы с тобой начнем сначала. И сказать люблю жизни всей нам будет мало. Выше облако мы с тобой начнем сначала. И сказать люблю жизни всей. Я хочу. 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 лучше знать что, давай будем вести хронику. 020, 21 мая 2010 года. Сидим в стиле, под впечатлением от мультика про Шрек, его семью. И мы там для себя увидели в этом сценарии, для себя увидели такое, что поучительное. Что очень важно, то, что мы должны ценить только не тогда, когда теряем, а ценить всегда. То, что мы очень любим друг друга, настоящая семья. Ведь очень люблю тебя. Я так хочу побыть с тобой еще чуть-чуть. Да нет, это не слезы со мной. Все хорошо забудь. А потом запоет телефон, надоевший рингтон. И твоя рука опять и опять ускользает, из моих объятий целую пока. Удаляясь друг от друга на расстоянии, все дальше и дальше уделяя Времени и внимания, все меньше и меньше удаляя. Из календаря расписаний, нежные встречи, где только ты, где только мы, где только ты и я. Удаляясь, я не прошу тебя ни о чем. Нет, ты же знаешь, я буду с тобой, несмотря ни на что здесь. Я все понимаю, ты должен быть там, где ты сможешь быть тем, кто ты есть. Как спутник не в силах покинуть орбиты, К планете стремлюсь я быть ближе, но лишь удаляю. Все дальше и дальше уделяя Времени и внимания, все меньше и меньше удаляя. Из календаря расписаний, нежные встречи, где только ты, где только мы, где только ты и я. Удаляясь друг от друга на расстоянии, все дальше и дальше уделяя Времени и внимания, Все меньше и дальше уделяя Времени и внимания, все меньше и меньше удаляя. Из календаря расписаний, нежные встречи, где только ты, где только мы, где только ты и я. Я так хочу побыть с тобой еще чуть-чуть, я так хочу побыть с тобой еще чуть-чуть. Я так хочу побыть с тобой еще чуть-чуть. Я так хочу побыть с тобой еще чуть-чуть. Мы должны сделать это. И всем раздала задачи. Каждого проверяла. Я завела ежедневник, которого не было у меня никогда. Я записывала все свои задачи на сегодняшний день. Их было 35, 45, 35, 25, больше, меньше. Я собирала сама мебель, сбивала сама гвозди. Мне было важно, чтобы эта картина висела прямо здесь, сейчас, вот тут, в этом месте. Это был бесконечный поток и есть бесконечный поток. Мне больно работать. Мне больно работать втрое больше. Мне больно справляться за него. Мне больно нести ответственность. Больно маленькому человеку объяснить, что происходит. Где папа, я за ним скучаю. Почему папа так долго болит животик? Что они его лечат и не могут вылечить? Сколько можно лечить? Ему просто нужна конфетка. Я сказала ему, что папа превратился в облачко и находится на небе. Почему в облачко? Потому что все превращается в облачко. И самое главное, чему я пытаюсь его научить, тому, чему нас научить, что у всего есть время. Я ему говорю, у всего есть время. Все когда-нибудь заканчивается. Мы должны понимать это. Игрушки ломаются. Заканчивается мультик. Люди превращаются в облака. Говорит, а как сделать так, чтобы дотянуться до облачко, обнять его? Я говорю, надо просто подумать об этом. Я говорю, надо просто подумать об этом. Аплодисменты. 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 Кроссизирует. Говорит, анимочка его заходилась в море, университет. Даже tennis внутри нет. И по даст corps той уж Намалюй в тобі сонце, Щоб лишить твої хоча. А ти скажеш, воно є, Коли бачиш ти мене, Що то сонце, то я. Солодка любов твоя. В обійма твої хочу я, Моє серденько послухай, Слези поцілуй мої. І любов свою в долонях, Намалюю я тобі, Моє сердце тою ти. Солодка любов твоя. Твоя. В обійма твої хочу я, Намалюю там біцді, Що падуть з небес ночі. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Культивируйте семью И так воспитывайте ваших детей Разрешайте вашим детям быть теми, кем они хотят быть Ну и И тот, кто сходит с дистанции, тот ничего не получает Но это не про нас Ты впервые так влюблен Неизбежно не искал, а небесами исцелен Как последнюю исповедь Ты идешь на свет мечты, что зависла над пропастью А безумие подвесны Красоты и жестокости Красоты и жестокости Когда ты любишь, ты склеяешь высоко И не слышишь никого И забыв о всем святом Ты разбиваешься, но едва открыт глаза Ты кричишь, а не в слезах Неужели жизнь моя Жизнь продолжается? Неужели жизнь моя Жизнь продолжается? Неужели жизнь моя Жизнь продолжается? Неужели жизнь моя Ты не можешь отключить Горечь от сладостей То ли ангелы нежны А то ли без жалости Ты не помнишь, где твой дом Где всему есть прощение Ты любовью ослеплен Ты в восхищении Ты в восхищении Когда ты любишь, ты склеяешь высоко И не слышишь никого И забыв о всем святом Ты разбиваешься, но едва открыт глаза Ты кричишь, а не в слезах Неужели жизнь моя Жизнь продолжается? Неужели жизнь моя Жизнь продолжается? Неужели жизнь моя Жизнь продолжается? Неужели жизнь моя Ты взлетаешь в высоко И не слышишь никого И забыв о всем святом Ты разбиваешься, но едва открыт глаза Ты кричишь, а не в слезах Ты кричишь, а не в слезах Ты кричишь, а не в слезах Неужели жизнь моя Жизнь моя Жизнь продолжается? Неужели жизнь моя Жизнь продолжается? А-а-а Неужели жизнь моя, жизнь в этом зальце? А-а-а